Осень для жителей поселка Строитель началась с плохих новостей. Тарифы на отопление выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Причем изменения коснулись не всех. Трехэтажный дом, отопление повысилось на 300 рублей. Я звоню в Дашкову песочную, дом 73-го года ни на копейки не повысилось. А нам больше тысячи в двухэтажках. Было 3010, стало 4420. А в городе увеличился только тариф. А у нас увеличился тариф и еще норматив употребления. Так как считают, что это старые у нас дома. В целом по Рязани тариф на коммунальные услуги со второй половины года увеличился на 4,4%. Но для домов, в которых не установлены приборы учета отопления, действуют дополнительные повышающие коэффициенты. С 1 июля 2016 года это 1,5. А с 2017 года коэффициент составит 1,6. То есть люди заплатят на 60% больше. Мы уже всю пенсию отдаем на отопление. Как повысилось отопление. У нас не хватает уже ни на лекарства, ни на питание, ни оплату детских садов. Ни на что не хватает. Наталья Полунина живет в двухэтажном доме 1953 года постройки. Чтобы снизить цену за отопление, ей достаточно установить коллективный или индивидуальный счетчик. Его показания точно будут меньше, чем официальный тариф. Если для установки счетчика нет технической возможности, то специалист должен выдать соответствующее заключение. На его основании повышающий коэффициент отменят, и цена вернется на прежний уровень. Однако пенсионерка и инициативная группа и жители двухэтажных домов уже несколько недель не могут добиться объяснений происходящего от управляющей компании или ЖЭО, не говоря уже о поиске вариантов для дальнейших действий. Официально они никакого ответа не дают. Они отсылают в теплосеть. В течение трех дней я дозвониться не смог в теплосеть. Вот платежку берешь, там номер телефона. Они или не берут, или заняты, не берут, или заняты. А люди, которые дозвонят, всех отсылают к президентам. Космические цены на тепло – только половина проблемы. За отопление люди платят, а тепла дома не видят. Трубы весь сезон остаются чуть теплыми. Жители поселка писали в местную администрацию, приглашали проверяющие органы, отправили жалобу в прокуратуру. Но справедливости пока не добились. Они нам включают отопление. Буквально за 20 минут, за полчаса набирается температура 18-20, так, в переходящих комнатах. Они бегают с этими градусниками. Все в порядке? Ну и все. До свидания. Опять уходят? Опять все холодно. Выходные все отключают. В пятницу уже после пяти отопление вообще в квартире. Прямо хоть проверяй, приходите. Сегодня на улице плюс 2 градуса. Однако в квартирах трубы чуть теплые. К ним легко можно прикасаться голыми руками. Такая же ситуация и с трубами, которые подходят к дому. Их две. Одна отвечает за ввод тепла, другая за вывод. Но они практически одинаково холодные. В редких местах теплотрассы мы смогли почувствовать действительно согревающий участок. Я лично звонил в администрацию городскую. Мне ответили технический отдел. Чтобы приехала комиссия и теплодачу замерили. Сколько у нас потребление идет на обратку и сколько на подачу. Ни ответа, ни привет. Сколько они лежат, трубы голые. Я уже тепло думаю, да, обратка нет. И та тепленькая, и та тепленькая чуть-чуть. Где тепло будет? Изоляция теплотрассы нарушена практически во всем районе. Степень повреждения разная. От одного метра до десятков. По голой, неукутанной трубе тепло должно идти в квартиры домов, больницу и спортивную школу. На деле оно согревает только улицу. На этом фоне повышение платы за отопление выглядит чьей-то злой шуткой. И в реальность происходящего люди верят с трудом. Ведь платить по новым тарифам обычным рязанским пенсионерам просто не по карману.